ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 ММЕНСЯ О... С ДРУКОЙ СТОРОНЫ, ПОДПИШИСЬ НА ЭТО СООДИ val. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ ЗУДА CАТИТИКУ ОКОЛО О internet чемпверсые ??? этим направлением это уже интересно это первая партия как засечка для городского совета следующий этап в этой программе стратегии развития было предложение по мероприятиям сколько мероприятий мы хотим провести в течение года соответственно мы посмотрели что проведя там 9 мероприятий мы получили отклик социальных сетях мы получили отклик среди молодежи и приезжих в наш город я не знаю сколько ты поговорил пока еще нет но вот на вскидку это была очень такая внушительная реферация и действительно очень хорошая динамика произошла то есть предложите конкретные мероприятия и вы хотите в течение года предложите бюджет который необходима на проведение этих мероприятий бюджета вернусь немного позже чтобы тоже основного нет многие воспринимают вы знаете как просто лет должен дать деньги очень мало людей понимают как эти деньги освоить и говорят вот вот советом нам не помогает там куча проблем и так дальше и рассматривается так что дали дайте нам денег 100 тысяч там пожалуйста нет такого не будет в этом позже я расскажу вам как правильно работает бюджетом что нужно для этого делать после предложения конкретного бюджета нужно понимать что да вот реализация этих мероприятий мы почитали там в течение 5 лет которые были рассчитаны на которых была рассчитана эта программа мы прочитали увеличение там на 120-150 процентов занимающихся этими видами спорта и этой культуры мы понимаем следующим шагом что это все должно иметь место где необходимо проводить мероприятия соревнования тренировки и так дальше следующим этапом у нас обязательно станет строительство парка который будет на место я не знаю как его правильно назвать многофункционально мы приблизительно понимаем как он должен выглядеть вы тоже наверняка были в других странах видели как это все европы не все-таки сверхъестественные все мои мысли украла я древнюю поэтому мы пользуемся опытом европейским хотим построить урбан парк объединить всех в одном месте то есть это и скрипболы это инвентансы это и ролики спиртбнх все что можно чтобы было в одном месте для того чтобы мы смогли сконцентрировать молодежь есть уже определенные локации но посмотрим как это у нас получится комплекс вот этих мероприятий должен дать какой-то свой результат важный момент вы должны не забывать и я хочу акцентировать на это внимание не надеяться только лишь на даже если вам удастся реализовать эту стратегию на горсовер вот эта идея она вообще провальная и нереально если вы будете рассчитывать только на горсовер вы провалитесь почему потому что она сегодня есть деньги завтра их нет сегодня надо завтра нет вы должны активизировать работу со спонсорами и партнерами и заручиться их поддержкой сейчас в украине работает очень много грантов международных организаций они активно предоставляют деньги мы просто не умеем пользоваться этими возможностями правильно продавать там свои мероприятия я уверен что каждый из вас проводил какие-то мероприятия может сто процентов поэтому обращайте на это огромное внимание его расскажет наверное да я не знаю как работает на нас спонсорами споттнерами ну букву слова хотя бы рассказать потому что это важная опция которую нужно учитывать вот ну и конечно же партнеры партнеры и спонсоры важные элементы вы должны делить условный бюджет на три составляющих бюджет 30 процентов свои ресурсы то есть это та работа которую вы делаете привлекая там волонтеров я не знаю своих воспитанников команду 30 процентов минимумы должны привлекать вот это заботу успеха что хочется сказать о работе с бюджетом чтобы понимали как нужно делать есть деньги бюджет давайте возьмем миллион гривен да которая выделяется на и на сколько было выделено если этот миллион вы должны понимать что 10 мероприятий я беру стоит поставить на каждое мероприятие вы понимаете вам нужно заплатить топовых райдеров не знаю оплатите перевод проживания питания так дальше и так дальше вот это все бюджетирование оно имеет определенные квэ это классификатор экономической деятельности ну больше не вам вам нужно понять с кем госсовет должен заключать договора это должны быть фирмы ЧП и так дальше и так дальше то есть вы должны найти эти фирмы с которыми вы хотите работать и непосредственно с кем вы будете заключать договора понять что у них есть очевидные деньги и соответственно я беру условно вам нужно нужно на 10 мероприятий звук и слюд и монтажной работы это все вы договаривайтесь с этой фирмой вы говорите городскому совету вот есть эта фирма давайте с ними сейчас ты немножко поменялась где тендер и так дальше и так дальше ну тем не менее плюс минус это все осталось в прежнем лапу вы должны сделать договор сам принести это если эта тема не может сделать вы должны контролировать перечисление денег вот первого этапа последнего это тоже очень важный момент всегда приходится лавировать его когда вы должны понимать за счет чего вы можете компенсировать эти расстройки это тоже важно егор когда он слышал об этом он тоже думал вот когда мы выделили миллион все классные двоевые когда он пришел на первая она ему рассказала то что нужно делать вот он просто две недели вообще днем не выходить он просто сидел делаете договора сам прописывал все вот искал этих подрядчиков с которыми нужно работать я вам советую тоже на первом этапе сделать это все самостоятельно когда вы сделаете самостоятельно вы поймете есть механизмы сложность работы с бюджетными мы понимаем что если даже не получим такого развития поэтому мы заинтересованы чтобы каждый из вас когда вернется себе в город после этого форума но задумался на тем чтобы действительно создать и предложить эту программу я думаю его поделиться с вами этой программы концепция там все очень четко прописано все понятно и реализации он будет тоже если нам получится совместно делать это движение в россии украине вот вы посмотрите что буквально два-три года но не будут говорить там об на батуте будут говорить его боевых северного бортинг и паркуринг и так дальше потому что это движение развивается очень активно и по статистике посмотрел что сейчас топ-3 поэтому вот такой посыл такая небольшая информация если давайте какие-то вопросы я готов на них ответить задавайте трансы все и форматы что там еще можно добавить что очень важная штука там статистики доказать просто сказать что мы делаем другие чуваки там мы делаем такой продакшен вот наш видео и все действительно 45 договоров две недели просто невозможно это просто когда вы туда придете и вам на дуги 45 договоров они будут понимать что делать вам нужно обязательно юрист который шарит как дополнительного чтобы вас потом не взяли за да и также бухгалтер который быстро вам все оформило чтобы вы сами делали вы должны как вы понимаете систему потому что система горсовета горсовета такая же как система допустим грантов если в грантах ответ есть мкн гранты есть гранты которые получите на организацию здесь такая система что горсовет оплачивает нанимает флп который производит допустим строит парк он заключается на него определенную сумму сейчас сейчас уже придется играть и дендеры всякие кто-то будет выставлять разные условия и комиссия будет отбирать чтобы убедить это вот это новая система действует вот но первое что нужно это действительно юрист и бухгалтер без него этот уровень вы просто не сможете потянуть да еще один момент я добавлю весна очень важная статистика я всегда вот навык пытайтесь прогибся сразу к самому главному руководству к мэру города да вот не начинайте с ним вам нужен всего лишь один контакт который вас приведет к мэру в любом случае все решения на всех городах принимается мэр да и он должен изначально быть заинтересованным поэтому не пожалейте денег на хорошую презентацию снимайте хорошие ролики покажите как это красиво ну насколько это значимым интересно то есть но страну надо восприниматься все так по одежке поэтому пытайтесь пробиться на самый верх и вам дальше будет гораздо проще и лев я знаю что в Киеве немножко не так все но это не так другая история это важно тоже совет пробивайтесь сразу что вы уже реализовали не один проект у вас есть команда у вас есть люди у вас есть большой вклад и вам интересуются и вас знают это тоже очень важно можно вопрос да давайте вопрос что является подтверждением статистики статистики да ну вот смотрите по сравнению статистики является в первую очередь если брать конкретный да вот шоу показал а если не верят ну вот хорошо у вас есть контакт можно можно распечатать статистику контакт то есть социальные сети можно просто но если есть там допустим райдер парк какой то да или где то помещение где занимаются статистики на начальном этапе нам говорили о готовом мы это все будем делать вообще это это был первый этап когда мы еще не пробили одну из стен идет то есть окей мы там потратили деньги работали в общем понимание хорошо но конкретный вопрос в чиновнице да я представляю минск белорусский я еще не буду выступать вопрос конкретного да там вот свою обществу в котором нам приходится работать и благо вам повезло есть такой человек который понимает вопрос от был заданным спортом а что нам нужно сделать для того чтобы вы нас поддержать ну как бы разговор был длинный да я конкретно выдержку когда у вас нет когда у вас нет на мероприятии тогда он может приходить вот этот вопрос то есть по большому счету данные которые я показал видео презентации фотографии конкретный факт да они не являются подтверждением наше поэтому не интересно я вот знаю ситуацию в странах СЛГ есть такая тема что только тогда когда пришло массовое количество людей пример из белоруссии марафон на старт выходит 250 если не ошибаюсь ну просто 100 бибунов которым заплатили деньги они приехали 15 минут до старта значит они стоят на на стартовой и потом просто выходит там 7-8 тысяч организованных военных ну это реально была такая история и люди которые стоят вообще не понимают что происходит и не думали небольшое там выходит это это неправильно вообще мнение вы не должны задавать ему вопрос что нам нужно что нам нужно сделать чтобы вы должны своими действиями показать не знаю проведите какое-то мероприятие сопередите вообще всех я пришел получить следующий эксперт на аренду на аренду просто дайте нам не спада дайте нам просто дайте и все вам все равно молодца ну интересно хорошо но как привлеките как для этого нет у нас нет вообще тут ремарка такая что вы выбираете политику да это наши заинтересованы они двоя ученицы лектора ваше действительно есть особенность именно ну я просто проведите статистику показывали да покажите статистику из одного города со всей Беларуси со всей Беларуси показывали конкретно сколько мероприятий не конкретно допустим а лучше и это недостатки это интересно для филан вы что это нашу ну я я сказать что я что я принес и сказал там был написан нахват мероприятия мы собрали мы делаем там программу захват да у нас есть мероприятия есть фактистика реальная мы ее сняли мы вычислили сколько в Украине происходит мероприятий так мы вывели среднестатистическую цифру сколько бибоя танцуют брейганс в Украине мы определили примерную цифру если взять все школы поднять да у нас есть три уровня дети да среднячки да и профессионалы мы собрали цифру не работают не работают не работают смотри что мы делаем уже вот сделайте один и вообще всех всех я покажу революцию Вопрос такой, когда, например, с администрацией, или с вас, или с любого другого человека, приходят люди с предложениями таких неудобных, скажите, вам выгоднее, удобнее или предпочтительнее работать с ФНФ, либо с общественными организациями, либо это не принципиально в общем смысле? Этот момент, я думаю, многие беспокоят, потому что люди пытаются оформить разные виды деятельности, вот эти же квейды, опять же, с этим моментом. Как лучше сделать? Смотрите, конечно же, городской совет, он реально понимали, РФЛП это конечный реализатор, что-то, да, конкретного каких-то моментов, не всего глобального фестиваля, это даже. Лучше, конечно, всего это общественная организация, которая обращается на фронт-совет и говорит, мы хотим то-то, то-то, да, сделать. Но, как правило, общественная организация в Украине, я буду тогда, да, так говорить, имеет ряд ограничений, которая, ну, она, в основном, не прибыль, это первый большой минус и вообще в понимании, в том числе у вас, что вот если общественная деятельность, то она не должна оплачиваться. Ну, это вообще, ну, в общем, бред, это по мне просто, потому что во всем мире там общественная деятельность оплачивается, там, хорошая минус. Неважно, РФЛП, это уже, вот, вы пришли как общественная организация, предложили несколько мероприятий. РФЛП, это просто вы уже там сами договорились, либо, если у вас нет, ну, или отбытый тендер, к вам обратилась, или какая-то компания, она просто предоставляет вам услуги не больше, не меньше. Лучше всего, все-таки, это гораздо проще. Можно поправлю сразу, когда вы, есть проблема в нашей культуре, у нас только уникальная, короче, движуха, что некоторые, да, некоторые отделения фестиваля, да, поинт, их много, нет таких фротачников. То есть, этого не существует. Перед тем, как пойти, у вас должны быть подрядчики, вы должны понимать, кто может выставить, ФЛП на организацию проведения, кто может выставить на аренду помещения, кто может предоставить вам звук, свет, техническую составляющую, что вы можете перевести. И это, чем больше у вас вот этих статей, и, причем, это одна статья, это одно ФЛП. То есть, отбин ФЛП, если статья не может закрывать, его сразу накроют на локово, обязательно. Поэтому, перед тем, как прийти, у вас должна быть первая общественная организация, проект, и вы должны уже быть готовы, что если вам дадут, вы должны их освоить. Потому что есть у нас фонд, всеукраинский, я не помню, как там называется, именно украинский, который не осваивает деньги, потому что нет проекта. Я слышал такую ситуацию, приехали из Киера к нам, которые, у нас завышилось там 500 тысяч гривен, но мы не знаем, куда идти. Я вообще завалить. Да, это факт. А когда еще? А, будет ли бюджетная средства, точнее, будет ли государство сотрудничать на несколько общественных организаций, если такого и не иметь, то и будет такая... Ну, посмотрите, у нас появится общественная организация, она открывается в течение недели, ничего там военного, абсолютно нет. Ну, вот мой, вам советует все-таки иметь эту общественную организацию. Так, иначе вы, иран, ну, это почему еще, ну, почему важно? Потому что, если вы привлекаете гранты, то грант не будет сотрудничать с ФБУП, вообще не будет сотрудничать, он сотрудничает только с общественной организацией. Ну, вы сейчас, можно? Давайте, девушка, за вами. Я просто, я просто, я просто, договляюте, хотела. Да, да, я до питания. Вы все правильно говорите, але проблема в том, что сейчас открыти непробудковую организацию до всех ваших. Такой момент, я бы все пускаю. Но, правда, непробудковую организацию, и, соответственно, подтвердювать, что это не просто открытие. Ну, это, может быть, по часу и тиждень, но... Ну, это не просто, ничего, ничего, просто вам, ну, если мы будем говорить, что что-то сложное не делать, это тоже... Ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, додатковая людина, которая будет... Ну, не знаю, что это может быть, что это будет, что она будет работать, чтобы человек, которая получает эту плату. Так что, нужно понимать, что это достаточно большая работа, это статус, какие-то такие налогняки, ребята. Так что, это не так просто, пишем, открыли, все, это не поприки расходы, а значит, это... Просто люди все знают, да, потому что мы стыкнулися, ну, и... Это определенная работа, да, конечно, просто так и дручить. Вам любого лучше, чтобы они будут, и юристы, как сказал Егор, и бухгалтеры, потом, однозначно, это все, ну... Давайте просто одного на всех возьмем, бухгалтера, юристы, и... Ну, у нас есть три минуты, давайте попробуем. Ну, получается, в таком случае, что в факту господинская администрация рассчитывается непосредственно с подрядчиками, то есть через организацию общественных денег не проходит вообще. Есть несколько миллионов моментов, вот, общественная организация тоже может получать деньги, но важно, опять-таки, да, хороший момент в общественной организации, мы запомнили, общественная организация должна быть открыта, помимо самого ее, казначейский счет. Это важно. Это механизм перечисления денег из городского бюджета на общественную организацию. Из-за этого казначейского счета, дальше, когда деньги покупают на общественную организацию, она вправе заключать договора любыми, ЧП, КУП, вообще, со всеми, кому-то. Но она должна выйти в ноль, да, то есть она может заплатить деньги за работу сомбухгалтера, юриста, А, ну, то есть, по факту, надо, получается, сделать, условно, еще одно и фондовое? Главное, чтобы у вас балансовая ведомость была нулевая, так вот, по итогам. Ну, то есть, получается, чтобы оплатить работу людей, вот этих, того же бухгалтера, юриста, необходимо тебе, чтобы, условно, пойти, отхать еще одно и фондовое, к которому будут кланяты люди, которые могут выполнять эту... Ну, в Москву, они, фондовое, организация... Да, это поздно, сейчас, ребят, оборудование. Общественная организация может ввести под расчетную деятельность самостоятельно. Главное, поскольку она должна быть неприбыльной, это основа. То есть, вы должны рассчитать, вот, духовно говоря, городской советской речи, 100 тысяч рублей вам на ответное мероприятие, на общественную организацию. Дальше общественная организация, либо ее бухгалтер, должен рассчитать таким образом эти 100 тысяч рублей. 10 тысяч гривен зарплаты бухгалтеру, 10 там, туристу, 10 директору, 70 на мероприятие. И вот здесь вы правы заключать договора любые. Это то же самое ЧП, поскольку она общественная организация, но по-другим названиям. Ребят, один момент, один момент, Олесь, один момент. Там сейчас Дайхацию 72-97 по Гриндову, не с чем машину. Да? Дайхацию 72-97, пожалуйста, потом переворачивай. Вопрос такой, вопрос по поводу лонгборда. Вот это не скейтборды, да, это немножко другое направление. Вот сейчас активно развиваются в Украине, очень много ребят подсоединяются к этому. И проводится мероприятие, проводится все за свой счет, то есть все есть, все работает, да. Но есть площадка в Киеве одна, заброшенная, лаба называется, получается, в народе. И в чем фишка? Ребята прибивают уже три года. Три года стараются прибиться туда, то есть копают под забором, сломают, получается, цепи. Каждый раз выгоняют. То есть одна площадка заброшенная, не используя, которая не используется. В общем, это заброшенная, это парковка. Ну да, парковка запросила немножко, тогда машины не ставят туда, получается, да. Ребята прокапывают под забором, ломают, забугнут эти штуки, чтобы пролезть, просто покататься, потренироваться для себя. Три года практически ходят наши ребята время от времени к разным слоям, там говорят... Я хочу больше сказать, мы писали на директора Олимпийского, чтобы они официально від федерации ломбординга дозволили нам тренуватися. Нам не дозволили, просто не делали испытания. И постоянно все. Ну время от времени говорили, да, мы узнаем, мы посмотрим, и никаких информаций, никакой, абсолютно. А развиваться движение очень сильно, проводятся чемпионаты, там слайд, джемы, покарли, но по всему остальному проводятся, получается. То есть за счет маленьких магазинчиков, которые придают нас, получается, да, то есть, есть партнеры, есть все, но хотя бы место, где тренироваться, вот это выделить, которое, по сути, не используется. А куда жаловать? Куда жаловать? Да, да. Да, да. А почему? А когда чего? А там пригласите, 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 проведите, вот просто мероприятие, там пригласите членов. Скажите, что мы хотим это место. Это то, о чем мы говорим, понимаете. Это все носит сейчас такой локальный характер. Там провели мероприятие, там в том городе, в том, в том, в том. И нет такого глобального движения, да, которое бы смогло сказать, вот если мы сейчас не получим эту площадку, вот все, мы просто устроим там какой-то митик. Да, да, да. Я, ну, вы у вас на пытание. Надо создавать прецедменты. Вот если вы, вы сами, вы никогда не прольете. Вот вообще не вопрос. Пригласите на британцы, так дальше, так дальше. Пройдите там просто хорошее мероприятие. Пригласите чиновников, там, я не знаю, заплатите их денег, в конце концов, телевидением, скажите, вот вас на площадку. Внимание, только вот сейчас. Да. Можно я? Александр Мадурик, у меня знает, у меня как раз, у меня говорили, что прыжки на батуте, там, не наша тема. Я тот, кто, я тот, кто пытается батут вывести. У нас. У нас. У нас. У меня тоже получилось. Извини, я... Не, я вспомнил. Я слышал. Ну, мы тоже проводим мероприятия, и спасибо таким мобинаторам, как Зубгеймс, кто с нами работал и видели, что мы делаем на Зубгеймс. То есть, у нас нет громадской организации, мы проводим мероприятия, мы зарабатываем, вот там, прибыль, ну, мы коммерческая организация, мы зарабатываем там 100 рублей. Из них 60, мы тратим на мероприятия. Нам еще то, что остается тратить на создание общественной организации, на юриста, на пугалтера, который вы поступили. Ну, вы понимаете, это не очень. Но мы сейчас... Да, если кто-то в Киеве хочет объединиться, то я в том. Вам не кажется, что вы как чиновник, что вы сказали, что вы сберете утра до 8 вечера, может быть стоит создать кто-то чуваката, который будет принимать какие-то тратки. Который будет... Иметь время. Да, время у нас, потому что вопросы много. Вот, Егор, в последние две недели, он там сидел, подписывая, одна деталька, он захватывает 1000 сезоней. Ну... Не знаю, не знаю. Вопросы... 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 Смотрите, я... Нам лети, примерно... Дешлоскорг, или Киев, куда-то, в мэрию, я приду просто так. Ну, хорошо, я приду, но если вы такие занятые люди... Обычные. Это, секундочку. Еще закончим, и вы засунули. В Киеве есть пример государственный скейт-парк. Один, такой пример, на Бересаевке. Кто пытался? Да. Он развалился. Ну, когда... Он не то, что развалился, он просто... То есть, если вы говорите, вы придите скейт-парк, большой культуры. Если он не будет платный, и люди не будут платить деньги, и он не будет поддерживать... Есть пример, Киеве большой. Был парк на гидропарке. Кто был? На Италию? Да. Он потом переехал в Дужгар. Павел, не знаю, кто-то знает больше эту историю. Человек разнимался, потом он отдал этот парк городу. Ну, город все проходит. Вот тут можно сказать. Я просто вам советую. Если вы создаете хороший парк, надо понимать, что есть охрана. А у нас тоже был парк, который... Ну, конечно. Ну, конечно. Это правильно. Это правильно. Это правильно. Это не может. Она может удовольствовать коммунальное предприятие, которое будет помогать. Посмотрите, посмотрите. Есть ли я... Я вот по поводу чувака, с которым можно будет постоянно держать связь. Это по-любому так и будет. Но вы не... Если вы заинтересуетесь... Да, если там, если там, ну, на мэр до нас поручения, там, или... Я должен попасть к Майеру, крючку, попробуйте попасть к Майеру. Это все реально. Это реально, реально, реально. Вы не сделайте, что это нереально вообще. Ну, проблема в другом. Вопрос. Ребят, давай, ребят, давай почистим. Упажаемые, ребят. Ребят, руки потихише. Понимаете, вот где-то выделенные пять минут, стоит проблем. И все-таки человек, который... А я с этим походу, что же не пойду туда? Правильно. Соберите. Нет. Ребят, да, слушайте. Ребят, да, слушайте. Это то, к чему вы правильно сами посмотрите. Вы подошли. Одного вам, ну, не будет интересно. Вы никогда не заинтересуетесь одним батутом, крючком, чтобы он там обратил на вас. Вообще нельзя. Вот возьмите лонгкор, да, правда? Возьмите батут, возьмите еще десять человек, придите все вместе. Предложите, выберите одного человека, который сможет сделать эту программу, которая будет у вас негласным, я не знаю, там, лидером или коорминатором. У вас есть мастер, который может вам помочь встретиться с любым чиновникам, я не знаю. Максов все знают. Он знает тоже эту тему. Придите все вместе. Предложите общую статистику, обратите на это внимание. Касаемо того, что вам может создавать, вы не только иметь, как бы, можно, в связи с активностью, потому что, как бы, не то, что это активность, но есть. Есть. Если вы, вот, в этом канале меморандуме подпишите, где будет создана большой комитет, это, думаю, это правильная цель здесь. И, вы не только, если бы, вот, он все свои наработки, которые он пробивал, там, по пунктам, рассказал бы, как нам там, в Киеве или в Вальголе, или в Гима-Петрохе, где-то все делать. Да, да. Да, классно, все. Нет, я просто, потому что, это хорошая цель вообще, но уже в таком... Да, я просто, вот, ну, это наша, это наша основная цель, чтобы вы, вы в каждом городе объединили вокруг себя еще вот, всю, всю ваше, все ваше движение, да, с конкретной целью. Только таким образом, там, вы можете пробить просто любые какие-нибудь, стены и так дальше, честно. Это, когда вас много, и это актуальный вопрос, вам прислушивается. Касаемо там, парков, извини, пожалуйста. Ну, нет, нет, ничего. Касаемо, кто будет это все содержать, хороший вопрос, он, на самом деле, очень важный. Но, вот, знаете, я не представляю лично, как собрать вот ребят, которые катаются сейчас у нас на Убранном театре, там, по 10 гривен просто на покраску, там, каких-то слабов, которые они уже явно просто там подчеркивают. Ну, это должна быть часть просто заложена в программе, в вашем, как, ну, как, ну, галочка, да, вот, что-то. Нам нужно поддерживать эту инфраструктуру, на это можно не каких-то там колоссальных дел. Ну, я вам предупредит, в основной частной организации мы тратим свои деньги на развитие, и уровень нашего подвижения даже где-то находится выше, чем уровень подвижения, где занимаются российские чемпионы. Ну, ладно. Смотрите, вот, я сейчас разговаривал с РОКСом, мы договорились, что мы там через какой-то, по итогу там нашего форума, через какое-то время, может быть, сделаем общую какую-то программу, ну, все украинские, да, действительно, чтобы чиновники, я вот, ну, честно, в этом максимуме наносили, чтобы по тех, кому-то там или не действовали, я не знаю, кому, да, чтобы рассказать о том, что это важный отклад. Если это будет, значит, вот, как бы прецедент создан на все украинском уровне, тогда каждый из городов уже поймет, что действительно на это стоит обратить внимание, но у него, по сути, выхода, да, не будет здесь, там, будет прямая директива сверху. Это тоже очень важный момент. Сейчас мы начали с Кайкова. Сейчас мы начали с Кайкова. Для таких маркетинговцев, как мы, все знают, что на спорте денег не заработаешь. Очень спорно. Ну, может быть, спорт мафии заработает, почему? Не согласен на все категорические сетки. Для этих рассказываниям нет времени рассказать, почему, но не важно. Можно заработать. А вам не нужно сейчас юристы или главы? Потому что вы сами ведете свою коммерческую деятельность, вы не получаете денег за движение, вы не работаете с грантами. Сейчас он вам не нужен. Когда уже станет этот вопрос, тогда вы, конечно, уже подумаете. heureем. Я обwealth. Я обpelled буду. Я вам доброго. Хм я вернусь и�. Т questa длинque вес бы gap- çünkü.